Итак, в этой главе мы рассмотрели различные инструменты и методы моделирования простых HUD-суфейс объектов. Теперь ваша очередь посмотреть, что сможете сами сделать. Я хочу, чтобы вы замоделировали больше объектов, которые будут вписываться в ваш персональный проект. Предположим, вы захотите добавить настенный светильник или рамы для картин, что было бы отличными идеями для начала. И таких моделей может быть сколько захотите, места на книжных полках и стенах более чем достаточно. Итак, вот ваша целевая задача – замоделировать больше объектов, которые бы вписались в ваш проект. Подумайте о том, какой метод лучше всего использовать для начала работы над основой любого объекта, который решили моделировать. И не забывайте дополнять деталями каждую модель. Деталей на самом деле очень много значат в таких проектах, как этот. Теперь, каждый из этих моделей может занять у вас около 30 минут, а всего времени в зависимости от того, сколько вы решили добавить их в свой проект. Кроме того, не забудьте просмотреть видео по решению таких целевых задач, чтобы увидеть, какие объекты я добавил и как выполнял их моделирование. Подготовлено Клубом Перевод всем!